Помните воскресшего Иисуса? Я размышлял над криком Победы, которое апостол Павел озвучивает своему любимому ученику Тимофею. Мое сердце вспомнило события 11 сентября 2001 года, когда атаковали башни Всемирного торгового центра. Сразу после этого множество храбрых мужчин и женщин пошли и записались на службу, чтобы отправиться в Афганистан. Они хотели уничтожить Аль-Каиду, которая была ответственна за этот ужас. В их числе были и успешные профессионалы, которые отложили свои карьеры, чтобы послужить стране. Некоторые даже заплатили высшую цену и отдали свою жизнь. И вот как звучал клич этих храбрых мужчин и женщин. Помните 11 сентября? Помните эту дату? Но сегодня, в пасхальное утро, я хочу рассказать вам о другом кличе, о котором мы должны помнить всегда. Не раз в год, не каждый день, но каждую минуту. Это клич, который должен звучать во всех моментах жизни. Помните воскресшего Иисуса. Это клич памяти. Он не призван напоминать о поражении и унижении, но о победе, силе и славе. Это клич, который даст вам силу, когда у вас ее нет. Это клич, который даст вам победу, когда вам кажется, что вы уже проиграли. Это клич, который утешит вас посреди трудных обстоятельств. Он исцелит ваши болезненные воспоминания и наполнит вас надеждой и будущими обетованиями. Он поднимет вас, когда вы упали. Помните воскресшего Иисуса. Этот клич памяти был передан молодому пастырю, который сталкивался со многими проблемами и вызовами почти две тысячи лет тому назад. Во втором послании Тимофею, второй главе, восьмом стихе, апостол останавливается, чтобы ободрить своего молодого ученика. «Помни воскресшего Иисуса». Такими словами он ободряет его. Он напоминал Тимофею и всем нам не о поражении, но о победе. Он говорил Тимофею и всем нам. Помните величайшей победе. И величайшем событии в истории человечества. Пожилой Павел говорил своему молодому протеже и всем нам, о людям, которые положились на Христа. Помните Иисуса, воскресшего Христа. Если вы верите в Иисуса Христа, посвятили Ему свою жизнь и сделали Его Господом и Спасителем, то наверняка задаетесь вопросом, «Майкл, как кто-то может забыть о воскресении? Как кто-то может забыть о воскресении Иисуса? Воскресение Христа — это то, что отличает христианскую жизнь от других религий? Воскресение Иисуса — это суть моей христианской веры. Как же я могу забыть о воскрешенном Иисусе? Без воскресения христианская вера была бы величайшим обманом человечества? Без воскресения Иисус был бы просто основателем еще одной мертвой религии. Иисус был бы просто хорошим учителем или пророком, философом, гуру, который умер ради хорошей цели. Без воскресения Иисуса не было бы современной цивилизации. Без воскресения Иисуса мы бы дальше жили в темные времена. Наша память дырявая. Павел знал, как легко забыть о важнейшем событии в истории человечества. Он понимал, как легко мы зацикливаемся на житейских проблемах, обстоятельствах, забывая о силе воскресения, которое, как говорил Павел, работает в жизни каждого верующего. Эта сила воскресения доступна каждому, кто верит в Господа Иисуса Христа. Павел прекрасно знал, как легко мы принимаем горечь, обиду, скепсис. Иногда мы начинаем злиться на Бога. Но сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, может работать в нас. Я бы даже сказал, может и должна. Послушайте меня внимательно. Вспомните и примите силу воскресшего Иисуса, и тогда все вещи в жизни станут на свои места. Помните, что сила поможет вам выбраться из смятения. И тогда вы увидите, как другие вещи, которые тревожат вас, станут на свои места. Если вы верите в Иисуса Христа и принимаете доказательства воскресения, повинуетесь Господу Иисусу Христу, тогда... Такие вещи, как чудеса, сила, божественность Христа и многое другое, все это станет на свои места. Но все начинается с воскресения. Поймите воскресение, и вы поймете все в христианстве. Посмотрите на статистику зависимости от лекарств сегодня. Когда я читаю эту статистику, смотрю на эти цифры, мне хочется плакать. Мы все пользуемся лекарствами. Это нормально и естественно, но... Я говорю о зависимости от лекарств, способных изменить наш разум. Когда я спросил одного человека, который не мог отказаться от лекарств, «Почему?» Он ответил, «Это помогает мне справиться с житейскими проблемами». Возлюбленные мои друзья, выслушайте меня. Нет лекарств, которые помогут вам понять жизнь. Нет лекарств, способных помочь вам преодолеть вызовы жизни, с которыми все мы сталкиваемся, так или иначе. Поймите меня верно. Все методы самопомощи могут помочь лишь немного. Совсем чуть-чуть. Они не смогут изменить обстоятельства, которые вне вашего контроля. Они не дадут нам сверхъестественную силу для победы над злом. Они не дадут нам победу над зависимостями. Они не дадут нам способность подняться над немощами и болезнями. И они никогда не дадут нам победу над величайшим нашим врагом, смертью. Но все это может сделать сила воскресшего Иисуса. В Писании мы не раз видим преображающую силу воскресения Иисуса. Сила воскресшего Иисуса сошла на испуганную группу мужчин. Они были настолько напуганы, что все двери дома были закрыты плотно, и они не хотели выходить из него. Но когда сила воскресения сошла на них, они перевернули Римскую империю с ног на голову. Сила воскрешшего Иисуса сошла на бандита, который арестовывал и убивал христиан. Он шел в Дамаск, в Сирию, чтобы арестовывать христиана там. Но сила воскресшего Иисуса сошла на него и сделала из него великого апостола Павла. Сила воскрешшего Иисуса сошла на человека, который трижды отрекся от своего друга Иисуса и дала ему смелость попросить распятие вверх ногами. Сегодня наше медиаслужение получает тысячи писем от людей из разных стран мира. Они делятся своими историями о том, как сила воскресения изменила их жизни. Некоторые из них были такими же бандитами, а теперь они евангелисты. Скажите мне, что это, если не сила воскресшего Иисуса, сила воскресения превращает ренегатов в праведных. Сила воскресения превращает обманщиков в проповедников истины. Сила воскресения. Сошла на мальчика в 60-х годах, и сегодня мы транслируем 13 тысяч передач в неделю в 195 странах мира. И вся слава за это принадлежит нашему Богу. Сила воскресшего Иисуса достигает того, чего не может достичь ни одна земная сила. И слава за это Господу! Сила воскресшего Иисуса достигает того, чего не может достичь ни одна земная сила. Возлюбленные друзья, в это пасхальное воскресение. Я хочу сказать вам, если вы никогда не переживали силу воскресения, вы можете пережить ее сегодня. Это радостная весть. Сегодня вы можете выйти отсюда новым человеком, мужчиной, женщиной, мальчиком, девочкой. Если вы никогда не приходили к воскрешему Иисусу, смиренно исповедуя свои грехи и каясь в них, признавая свои проступки, неспособность спасти себя, вы можете получить спасение из его рук, получить дар вечной жизни. Сила воскресения начинает работать в вас. Сила воскресения сойдет на вас. Но вы должны постоянно напоминать себе о том, что сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, работает в вас. Он может дать вам силу сегодня, независимо от того, насколько беспомощными вы чувствуете себя. Это та сила, которую не понимает мир. Это сила, которую не способно понять человечество. Помните воскресшего Иисуса? На протяжении тысяч лет, до того, как Иисус пришел с небес на землю, Божьи пророки в Ветхом Завете говорили о Его пришествии. Иисус — никто иной, как Сам Бог-Творец, Который стал человеком. Первое послание Коринфянам, 15 глава 3-й и 4-й стихи. Библия говорит, что Христос умер за наши грехи по Писанию, по Ветхому Завету. Ветхий Завет говорил, что Он придет и умрет за наши грехи. После этого Он был похоронен и воскрес на третий день. Как говорило Писание, за сотни лет до пришествия Христа Он не появился в вакууме. Он не искал себе миссии. Он знал свою миссию. Он существовал с Отцом до появления мира. Но Он смирился и показал, что равенство с Отцом — это не та вещь, за которую Он держался. Он пришел в повиновение, чтобы понести ваши грехи, мои грехи в Своем безгрешном теле. В Деяниях 2-й главе, 30-м и 31-м стихах, Петр сказал, что царь Давид пророчествовал о Мессии и о том факте, что Он недолго пробудет во гробе. За тысячу лет до воскресения. В 15-м псалме сказано, «Ты не оставишь Меня в могиле и не дашь святому увидеть тление». Его тело не разлагается, как наше. Он воскрес из мертвых. Помните о воскрешеме Иисуса? Мы живем во времена быстрых новостей. Люди строят религии, которые базируются на убийстве врагов. Но наш Бог, скажите со мной, но наш Бог, который сошел с небес, говорит, что мы должны любить своих врагов до смерти, до смерти крестной. Наш Бог не говорит нам убивать врагов, но любить их. Наш Бог не убивал своих врагов, но был убит вместо нас, чтобы мы жили с Ним. Вечность, христианская вера, не состоит из правил и уставов, но из воскресшего Господа. Евангелие Иисуса Христа — это не выдумка человека, как хотят убедить нас некоторые. Это Божий вечный план. Христианская вера едина с Авраамом, Исааком, а также с Иаковым, с царем Давидом, с Петром, Иаковым, Иоанном и всеми апостолами. Христианская вера едина с первыми отцами христианства. Христианская вера едина с реформаторами. И мы помним об этом, когда помним о воскрешенном Иисусе. Помните о воскрешенном Иисусе, его божественности и о потомке Давида, его человечности. И напоследок Павел говорит Тимофею помнить о воскрешенном Иисусе, потому что память о воскресении. только она дает настоящую уверенность. Сегодня многие ищут этого. Но когда вы поддерживаете связь с воскрешенном Иисусе, когда вы постоянно помните о воскрешенном Иисусе, то у вас есть настоящая уверенность. В жизни бывают взлеты и падения. Но вы уверены. Проблемы приходят и уходят, но вы уверены. Все потому, что вы знаете, что Иисус отправился впереди нас на небеса. Иисус приготовил для нас место на небесах. Иисус однажды вернется назад и заберет всех нас на небеса. Когда вы постоянно помните о воскрешенном Иисусе, вы видите, что жизнь с ее взлетами и падениями это огромное приключение. Я не знаю, на что вы полагаетесь, только вы знаете, на что вы полагаетесь на Иисуса. Это вопрос между вами и Богом. Я знаю, на что надеюсь я. Не на это чудесное служение. Не на 35 книг, которые я написал. Не на служение, которые работают во всем мире. Не на это. Я люблю свою семью так же, как и вы свою. Но я полагаюсь не на нее. Я полагаюсь на то, что воскресший Иисус придет и заберет меня на небеса. Можете не сомневаться. Иисус был единственным, кто воскрес из мертвых, чтобы больше никогда не умирать. Он воскресил Лазаря и многих других людей из мертвых. И все те, кого Иисус воскресил, умерли, но только не Иисус. Он воскрес, чтобы больше никогда, никогда не умирать. Он на небесах сидит одесную Отца. Он правит. И каждый раз, когда вам кажется, что мир вышел из-под контроля, помните, он контролирует абсолютно все. Я хочу сказать вам нечто важное. То, на что вы уповаете, определит ваше будущее. А вот подтверждение призыва апостола его молодому протеже. Когда Павел передал этот клич Тимофею «Помни воскресшего Иисуса». Он не был на французской ривьере, попивая сок. Нет. Он был в римской тюрьме. Мы с женой много раз были в Риме, но нашли это место лишь в прошлом году. Я не могу описать вам его. Ты идешь вниз, есть лишь четыре стены и отверстие в потолке, через которое бросают еду. Он был в этой тюрьме, когда писал Тимофею, говоря, «Помни воскресшего Иисуса». Если бы Павел жил в роскоше и писал Тимофею, «Помни воскресшего Иисуса», тот бы подумал, да что ему знать? Но он знал, он знал, что его земная жизнь вскоре закончится, знал это. Большинство историков говорят, что это его последнее послание, второе послание к Тимофею. Он знал, что у него мало времени. Жалуется ли он? Нет. Видим ли мы горечь? Разочарование в этой ситуации? Может, самосожаление, отнюдь нет. Сожалеет ли он о том, что посвятил свою жизнь Христу? Верно служил ему? Нет. Что он страдал за него? Отнюдь он радуется и говорит, «Если я умру, то буду с ним, а если останусь жив, то буду служить ему». Возлюбленные Павел умер уверенным человеком, уверенным в том, что спасение в руках Спасителя. В чем же была разница? Воскресение Иисуса Христа. Повторите это вслед за мною. Воскресение Христа. И это обновит вас навсегда. Он может изменить сегодня вашу жизнь. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Юсефом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok